Добрый день! В этом уроке мы рассмотрим, как подключить датчик электроэнцефалограммы Bitronics Neuralab к блоку LEGO Mindstorms IF3, визуализировать сигнал мозговой активности и использовать его для управления мотором. Для подключения датчика EEG к блоку IF3 потребуется блок LEGO Mindstorms IF3, центральный модуль Bitronics Neuralab, датчик электроэнцефалограммы Bitronics Neuralab, соединительные провода, припепим центральный модуль к блоку IF3 с помощью двух штифтов и с помощью провода соединим центральный модуль к порту номер 1 к блоку IF3. Затем с помощью красного провода подключаем датчик EEG к центральному модулю Bitronics Neuralab. Для этого можно использовать любой из трех разъемов на центральном модуле. При правильном подключении зеленый светодиод около разъема будет постоянно светиться. Если светодиод не горит или постоянно мигает, нужно проверить правильность подключения проводов. Располагаем датчик EEG на голове так, чтобы сигнальные электроды попали на затылочную область. Закрепляем опорный электрод прищепку на мочке уха. Предпочтительно соединить блок IF3 с компьютером с помощью Bluetooth-связи для уменьшения помех при считывании сигналов. Открываем на компьютере программное обеспечение LEGO Mindstorms IF3. Создаем новый проект и выбираем эксперимент. Выставляем настройки датчика. Датчик Bitronics. Режим работы датчика энцефалограмма. Порт 1. Свет построения графика производим. Продолжительность эксперимента 100 секунд. Частота 10 выборок в секунду. Запускаем эксперимент. На экране начинает строиться график EEG сигналов. В случае, если сигнал зашкаливает, проверьте крепление датчика. Электроды должны плотно прилегать к голове. Связь компьютера с блоком F3 осуществляйте с помощью Bluetooth. Если вы используете ноутбук, отсоедините провод питания. Также постарайтесь не двигаться во время проведения эксперимента. Нейроны головного мозга постоянно общаются между собой с помощью электрических импульсов. Электроды, закрепленные на голове человека, регистрируют электрические сигналы. После фильтрации от помех сигналы выдаются в виде электроэнцефалограммы. Она имеет сложную структуру, поскольку получается от суммарного воздействия миллионов нейронов. А кроме того, она искажается из-за прохождения через мягкие ткани головы и черепа. ЭГ используется в медицине для диагностики неврологических заболеваний и исследования работы мозга. Также с помощью ЭГ можно управлять различными устройствами. Останавливаем эксперимент. Попробуем построить график считываемого с датчика сигнала в другом режиме. Для этого выберем режим работы альфа-ритм. Выбираем другой цвет графика. Запускаем эксперимент. Идет построение графика альфа-ритма. Когда глаза открыты, ЭГ-сигнал будет высокочастотным и низкоамплитудным, поскольку в этом случае человек напряжен. Зрительная кора обрабатывает большое количество разнородной зрительной информации. Нейроны работают хаотично с большой частотой. Такой тип сигнала ЭГ называется десинкронизованным и представлен в большей части бета-ритма. Когда глаза закрыты или смотрят на однотонный неяркий цвет, человек не получает зрительную информацию, человек расслабляется и нейроны начинают работать синхронно с близкими частотами. Поэтому сигнал имеет большую амплитуду и низкую частоту. Такой тип сигнала ЭГ называется синхронизованным и является альфа-ритмом. Важным в данном случае также является дыхание. В расслабленном состоянии оно становится более глубоким. Столбики, появляющиеся в построении графика, как раз связаны с появлением альфа-ритма. Такой сигнал хорошо подходит для использования в качестве управляющего сигнала, так как позволяет легко задать пороговое значение в программе. Соберем тестовую установку для управления мотором с помощью ЭГ сигнала. Потребуется небольшое количество деталей и большой мотор из набора Майнсторм с лифтей. Мотор подключаем к порту ААА. Напишем программу в среде программирования LEGO Майнсторм с ИФ-3. Добавляем программный блок цикл. В палитре датчики находим блок Bitronix. Выбираем порт подключения и режим работы датчика. Альфа-ритм. Добавляем блок сравнения. Выбираем знак сравнения и проводим шину данных от блока датчика. Исходя из построенного ранее графика альфа-ритма, выбираем значение для включения мотора. Добавляем блок переключателя. Режим работы блока – логическое значение. По шине данных передаем логическое значение из блока сравнения на блок переключателя. Ставим блок большого мотора. Мотор будет включаться, если значение, считываемое датчиком, будет больше порогового значения. Протестируем работу нашей системы. Все работает. Мотор включается при регистрации альфа-ритма. На этом мы завершаем описание работы модуля EG Bitronics Neural Lab. Программу к данному уроку и инструкцию по импортированию блока датчика в Bitronics среду из 3G вы можете найти на сайте Bitronics Lab.